Линкольн. О, фу, Линкольн, что я говорю? Джип Франклер. Я не знаю вообще о чем говорить, поэтому я и говорю сейчас о Сиге. Друзья мои, всем приветствую за канал Сигея. И сегодня, как вы видите, мы на разборке, потому что мне нужны еще одни запчасти для Линкольна. Почему это уже будет в серии про Линкольна? Хочу сегодня вам показать на самом деле большую разборку и вообще как это выглядит, потому что здесь в Оттаве есть две разборки, где не нужно запчасти покупать. Снятые уже есть запчасти, которые необходимо самому снять, и это дешевле, сильно дешевле. Например, зеркало снятое стоит 145 долларов, а зеркало, чтобы снять самому, стоит 60 долларов. Поэтому, как вы понимаете, есть разница приехать и самому все снять. Но вот так это выглядит. Мы придемся очень далеко по ужасной разбитой дороге с инструментом. Сюда нельзя приносить ничего, все можно приносить, кроме болгарки, потому что она создает искру, да, и любые горелки, да, чтобы мало ли там бензин или еще что-то не загорелось. Все остальное можно приносить. Вот. Ну и ценные запчасти я, может, покажу сейчас. Сайты у них возьму, это не так и дорого. Например, крыло стоит 40 баксов со всеми налогами. Поэтому, в принципе, вполне себе адекватные цены. Так что, так что вот так. Ну что, вот мы прибыли к цели нашего путешествия Lincoln MKX. Видите, у него есть крыло, оно битое и мятое, у него фары, такие желтые, как у меня. Потому что не знаете никогда, что вы найдете, когда придете на разборку. У них на сайте только есть фотка машины. Поэтому, в принципе, вы можете понять, побита ли морда или побита жопа, да. А так, в целом, что там от этой машины осталось неизвестно. Эта разборка настолько популярна, что уже через три недели от машины, в принципе, ничего не остается. А за 4-5 недель машину просто убирают вообще отсюда, ее просто плющат. Поэтому, чем быстрее берете, тем вам больше повезло. Так что, давайте сделаем осмотрик этой машины, посмотрим, что нам отсюда может пригодиться для нашего Lincoln. Тут же обнаружил маленькую подставу. Смотрите, вот это вот зеркало я купил уже снятое с другой машины из Торонто с доставкой за 140 долларов. А здесь оно стоит 60 всего, как я уже говорил. И оно здесь целое, потому что та машина, которая была в Оттаве, а мы сейчас находимся на стороне Готино, то есть еще из Рейку на другой разборке. Тогда всего одна машина была в наличии, вообще вот в радиусе двух часов езды. И у нее уже было побито это зеркало. А в этой машине зеркало целое, но тогда ее не было. Потому что, как я уже сказал, та машина уже пропала. Три месяца, три-четыре недели прошло, все, машину расплющили. Ну, никогда не знаешь, да, тут либо надо ждать и ловить, либо брать что есть. Мы еще посмотрим тормоза, какие у этой машины. Правда, тормоза такой расходник, что они, конечно, уже ржавеют и гниют, и стираются, что тормоза лучше, как же, покупать новые. Но вот тормоза ручника, они совсем другие, чем обычные тормоза, да, скажем так. Здесь самая большая проблема, нужно знать, как снимать, потому что, похоже, придется гуглить, как вообще все запчасти снимаются. Я вот вижу там пистоны. Но сломать-то не хочется, шанс-то всего один. Еееей! Главное на ютубе сначала посмотреть, как все делать. Лучше, чем я ожидал. Теперь снимаем крыло. А для того, чтобы выложить под крылок и этот пластик. Кстати, видите вот эти отсутствующие в бамперах габаритики? Угадайте, кто их снял две недели назад? Я! А почему я тогда не снял крыло весь с пластика? Об этом вы узнаете в видео про Линкольн, когда оно выйдет. Что, я буду все сразу рассказывать, вы же не будете рассмотреть про Линкольн видео, да? Вы знаете, каких все больше здесь машин? Конечно же, американских. Потому что, сколько здесь понтяков? Три сейчас в наличии, да? Угу, три. Гран-при. Мы говорим, понтяков тут, наверное, немерено просто. Здесь гран-при сейчас три штуки в наличии, и он прибывает раз в две недели, а каждый раз новый. Две недели новый понтяк. А еще знаете, что здесь можно сделать? Здесь можно попрактиковаться, ремонтировать свою машину. Например, мне у понтяка, скорее всего, придется в какой-то момент менять коробку. Я могу прийти сюда и скинуть коробку с какой-нибудь машины здесь, и посмотреть, как это происходит. В отрезах какие-нибудь гайки, там, сломав что-то еще и так далее. Ну, или снять всю коробку и купить себе. Сколько коробок здесь будет стоить? Паду сотенок. Да, посмотрите, я здесь напишу цену, сколько будет стоить новая коробка. И придя сюда, сняв ее здесь, я попрактикуюсь снимать ее на своей машине. Ну, вы знаете, вот по этим разборкам я хожу уже довольно давно с этим Линкольном и с Понтиаком. Ну, две старых машины, да, понимаете сами. Но я вам сейчас покажу то, чего я в жизни ни разу не видел. Ни разу. Смотрите. Все вы знаете, что есть секретные болты для гаек, для колес. Обычное время на мою Линкольне они стояли, я их спиливал. Но вы видели когда-нибудь секретный болт на тормозной суппорт? Как вам такое? Кто-то, скорее всего, в Монреале, машина крыбэкская, подумал, что у него могут украсть суппорта. Даже не суппорта, а крепеж суппорта. И впендюрил сюда секретный болт. Так, ну что, давайте посмотрим, что мы раздобыли. Крыло, пара. Это не нам. Вот этот пластик. Объясню, опять же, почему я его покупаю еще раз. И еще маленький пластик. А где этот маленький пластик? Ну и пластик, который был вот здесь, он где-то там лежит. Я думаю, что за все это я заплачу порядка 100 долларов. А, ну еще мы взяли колодки тормозные с одной стороны, потому что с другой стороны их не поменяли. И колодки ручника тоже кто-то с этой машины никогда их и не ставил. То есть, у человека просто не было ручника. Все, вот такая она разборка. И двигаемся дальше. Все, мне только что показали офигенскую тачку. Трехдверка. Какой-то, наверное, 80-е года. И мы у нее сняли... Сейчас покажу. У нее сняли рамку двери, рамку окна. Оставили крышу. И мы сняли все сзади. И самое главное... И мы сняли двигатель! А, а это что? Нет, мы сняли коробку, а двигатель просто выкинули рядом. Вот это называется отрыгнул двигатель. Знаешь, самое интересное, часть машин здесь можно купить целиком. У них даже есть часть машин, которые на ходу. Люди просто их сюда привозят, если у них небольшое побитие. А им страховая заплатила денег уже за машину. И чтобы дороже ее продать, они не привозят ее сюда. Их можно купить здесь машину, которая на ходу. И пофиксить ее, и ездить дальше. Они часть машин продают, которые на ходу. Они отдельных продаются. Они, конечно, не на этом ярде. Также они продают подержанную резину. Ну, вообще, все здесь продается. Так, давайте вернемся к нашим баранам. Ну что, сейчас я вам покажу, что происходит со всеми немецкими автомобилями на разборке. Как вы видите, вот машина она вся уже разобрана. У нее вынуты все датчики, у нее вынуты все компьютеры, у нее вынуты практически все. А вообще потому, что здесь на разборках есть люди, которые здесь работают. То есть они здесь проводят целый день, и любая немецкая машина сразу подвергается разборке. То есть любые запчасти, которые с чего-то стоят, да, на вторичке, они их продают потом на eBay. В основном это компьютеры, датчики, провода и так далее. То есть они сразу, машина приезжает, и если вы хотите к немецкой машине что-то найти, вам реально нужно здесь прибыть, ну не знаю, ну в течение двух дней. Иначе потом все, сама цена отсюда уже все вынута, и она будет на eBay в два раза дороже. Такой вот у людей бизнес, я их встречал несколько раз уже здесь. Они даже подходили, предлагали мне запчасти на Audi, когда я вокруг нее крутился в Оттаве. Так что, ну вот как часть заработка. Купил я все, что хотел, фару, крыло и пару кусочков пластика, тормозные колодки. К сожалению, не было у них тормозных колодок на ручник, там просто была машина со снятыми ручными колодками. Поэтому купил все, что смог, все, что хотел. Несмотря на то, что Lincoln уже весь собран, он уже ездит, хотя не по дорогам общего пользования, а как бы бездорожью, как бы по закону. Крыло у меня стоит, фара у меня тоже есть, но купил я это все потому, что мне необходимы документы, где я все это купил. Об этом подробнее расскажу в видео про Lincoln, которое я сейчас буду снимать. Я думаю, что сейчас или завтра. За все это дело я заплатил 95 долларов со всеми налогами. 40 долларов фара, 45 по-моему, и 52 с налогами за крыло, пластик, колодки. Потому что каждый пластик тоже там по 5-7 долларов стоит. Вот. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, как обычно, пишите комментарии, ставьте лайк. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok